По иронии судьбы, пересадка печени, которая когда-то считалась самой сложной манипуляцией по трансплантации органов и практически не имеющей шансов для внедрения в практику, стала флагманом новых принципов, применимых к рецепентам всех органов. Это слова великого Томаса Старлза, которого очень высоко оценила американцы. Он возглавляет Институт трансплантологии имени Томаса Старлза, директор Томаса Старлза. При жизни институт назван его именем. Ежегодно в мире в ведущих центрах выполняется примерно 9 тысяч трансплантаций печени. В Украине это медлечение применяется недостаточно широко, а некоторые операции, такие как трансплантация трупной печени, впервые были выполнены в нашей стране относительно недавно. В Запорожье вот этот великий хирург, профессор Никоненко, который решился на этот шаг и осуществил его. Жизнеспасающая процедура у больных с конечными стадиями заболеваний печени. У нас всего опыт 13 трупных пересадок, которые чаще всего осуществляются по поводу цирроза или опухолей. Вот смотрите, длительность анестезии от 14 часов, самая короткая анестезия была 8,3 часа, операция от 12 часов и самая короткая была 5,6 часа. Я имею недостаток времени, слайдов у меня очень много и исходное состояние больных, не буду говорить, это тяжелые больные, очень тяжелые больные. Три этапа ортотопической трансплантации печени. Им соответствуют три этапа анестезии. Добеспеченочный, беспеченочный и постбеспеченочный. Значит, травопотеря при мобилизации печени, при гипотектомии, ну, наверное, в Украине найдется 2-3 хирурга, которые выполняли гипотектомию вообще, от начала до конца. Делают резекции, доли и так далее. И она начинается с начала операции. И мы начинаем переливать Р-массу, плазму, альбумин и возвращать кровь из целом севера. В наши ранние времена профилактику активации плазмины и фибринолиза мы начинали апротинином, 200 тысяч единиц, болезненные, затем 100 тысяч каждый час. И если нам не хватало апротинина, мы подключали аминокапронную к кислоту. В плане влияния на гемодинамику наиболее значимым является пережатие нижней половой вены, когда прекращается возврат к сердцу, чем воротной. Наш хирург не использует веновенозный обход. Вот. И гипокоагуляция. Печень ничего не производит. Печени нет. Коррегируется с свежезамороженной плазмой и криопрецепитатом. Дальше ответственный период. Это реперфузия, о чем говорил тут уважаемый кардиолог. Есть реперфузия в сердце, в конечности, а здесь в печени. В это время наблюдается драматическое снижение гемодинамики, потому что если взять калий, проконтролировать на первой минуте после реперфузии, он может достигать 11-12 миллимоль. Через 5 минут он уже нормальный. Но если первая минута, 11-12 миллимоль. И поэтому анестезиолог состоит со шприцом кальций, адреналин, сода. И смотрит на монитор. Стандартный мониторинг. Стандартный. Базовым анестетиком мы выбрали оксибультерат натрия, который лишен выраженных негативных метаболических эффектов. Но он имеет свои нюансы дозировки, потому что при кровопотере он потребляется значительно быстрее. И поэтому есть тут свои нюансы. И вот какие мы применяли препараты. Вот оксибультерат, вот фентанил. Четыре раза кетамин использовали. Последнее время использовали мак севарана и чуть-чуть меньше. Видите, сколько уходит кальция? Потому что идут массивные гемотрансфузии. И сода. Для улучшения кровотока применяли стандартный набор. Защищали печеночный трансплантат гормонами, веропамилом, азопростаном, манитолом и допамином. Восполнение кровопотерии, компенсацию и нозного возврата проводили система быстрой инфузии. У нас ее специально нет, как у американцев, использовали роликовый насос аппарата АИК с детским оксигенатором, в который мы заполняли кровь. Стандартный инвазивный и неинвазивный мониторик. У восьми больных мы категоризировали овечную артерию. Ну, это лучевая артерия, вот север, там была АИК. Наша обычная аппаратура, БИС, другая север. У этих больных важно контролировать показатели лабораторные ежечасно. Каждый час берем все показатели. Тупо, каждый час, все, что может сделать больница, то и берем. Этапы изучения. Вот 16 этапов, а лабораторные данные мы усредняли. Донорскую печень отмывали 5% альбумином. Наша бедная страна, но промывали альбумином для того, чтобы удалить консервант, чтобы меньше был удар. И пузырьков воздуха из трансплантата, так как можем получить воздушную эмболию. Включение приводит к так называемому реперфузионному синдрому, который мы наблюдали в участии больных. Вот сейчас вы увидите драматическое снижение артериального давления. Среднего это инвазивное давление. ЧСС, брадикардия, рост центрально-венозного давления. При снижении в беспочинственном периоде достоверное снижение сердечного индекса. После включения печени в кровоток достоверное повышение давления в левочной артерии, которая реагировалась нитроглицерином и уменьшением объема инфузии. Потому что если будет высокое ЦВД, понятно, что мы получим. То есть высокое давление в левочной артерии. Если будет высокое центрально-венозное давление, то кровь от трансплантата, от печени будет плохо отсекать. И там не должно быть высокого давления в системе нижней полувены. Там где-то 5-8 сантиметров в одно столба, это будет нормально. Держать высокое давление плохо, это будет способствовать отеку печени. Драматически снижалось потребление кислорода. Видите, вот 50 миллилитров в минуту на квадратный метр. Но затем резко возрастал метаболизм. И потребление превышало вот этот вот базис 170 миллилитров. И много, потому что был кислородный долг, выключен был пережатый воротной веной кишечник. В конечности, это же операция без веновенозного обхода. Ну и сама печень требовала. Вот снижение PH. Это очень интересно. Ионизированный кальций считается 0,55, угнетается натрупная функция миокарда. В последних европейских рекомендациях ионизированный кальций не должен снижаться меньше 1 миллимоля. И нам вот приходилось много вводить кальция, для того, чтобы держать его 0,7-0,6. Вот удерживали концентрацию кальция. Великий Пшумейкер – это анестезиолог, который тоже работал в Питтсбурге с Томасом Старзом. Этих больных отнес к больным с высоким риском. Что ж такое массивная трансфузия? Это вот потеря крови 150 мл в минуту, потеря половины ОЦК в течение 3 часов, потеря одного ОЦК в течение суток, перелита 10 единиц крови за сутки или больше 20 единиц, пока больной находится в госпитале. Хорошая классификация, которой мы пользуемся, все больные у нас принадлежали вот к четвертому классу геморрористского шока. Потому что была кровопотеря больше 2 литров. Анестезиолог должен четко знать, что кровопотеря приводит всегда к оагулопатии. Кровопотерю надо лечить коллоидными кристаллоидами, Р-массой, плазмой. Кровопотеря приводит к снижению кислорода в тканях, это ацидоз. И такой получается порочный круг. Плюс мы еще и имеем коглопатию разведения. И все это мы имеем. И вот такая неплотная фибринная сетка получается. Вот эритроцит, если здесь он через капилляр пройдет, то вот уже 21 с трудом. Вот и лучше получается. А 35-й день он вообще застрянет и в капилляре не появится. Опять-таки осложнение массивной трансфузии. Это всегда коглопатия. Всегда коглопатия. Вот хороший протокол европейский из Уэльса 2012 год. И что тут? Команда нужна тех, кто будет нас обеспечивать трансфузионными средами. Хирурги должны останавливать кровопотерю. Должен использовать гемостатики. Должен быть сбор крови в север. И вот то, что мы не делали. Назначение вот троноксамовой кислоты. Стоит сейчас в протоколе. Грамм внутривенно. И потом каждые 8 часов еще по грамму. Но мы чувствовали, что нам не хватает опротинина. И использовали аминокапроновую кислоту. И когда у нас были перебои с троноксамовой кислотой, мы опять использовали аминокапроновую кислоту. То есть, ну а здесь мы должны пытаться все скоррегировать пошагово. Мне не удалось создать на русском языке или украинском этот большой слайд. Слайд, но это британский слайд. И вот маленькая рекламка под троноксановой кислоты. Теперь по насчет седьмого фактора. Место новосывона в лечении острой кровопотери не установлено. Препарат сделан для лечения гематологии у больных с нарушениями гемофилика. Поэтому в каждом случае будете принимать самостоятельное решение конкретное. То есть нет его протокола. Сейчас. Вот смотрите. Вот смотрите. Вот что мы восполняли. Вот объем кровопотери. Десять, три, девять, шесть с половиной, а там двенадцать. Самое меньшее два литра. Р-масса. Свежезамороженная плазма. В части случаев больше был у нас альбумин. Потому что мы должны четко знать. Если меньше альбумина 20 грамм на литр. Это независимый предиктор летальности. То есть он не стоит на первом месте восполнения кровопотери. Видите сколько кривопрецепитатов. ДОС. Получали достаточно нормальные диурезы. Вот. И пытались все-таки гемогидробаланс. Чтобы он не был положительным. Потому что будем иметь проблемы потом с легкими. Ну. Из крахмалов использовали рефортан. Нам удавалось держать уровень гемоглобина. Число тромбоцитов. Тромбомассу мы, к сожалению, могли сделать только на следующий день. К сожалению. Время свертывалости. Он, видите, почти 27 минут повышалось на беспеченочном периоде. Затем оно постепенно приходило к концу операции в норме. Значит. Если нас раньше учили, что надо капать кривопрецепитат. Кривопрецепитат, если уровень фибриногена 0,5, то сейчас в протоколах полтора грамма. Фибриноген в плазме мы должны уже начинать восполнять его. Протромбин. Меньше 50-ти беспеченочный период. Очень тонкий тест, кстати, функции печени. Только начинает печенка работать. И вот к концу операции он уже где-то больше 60. Великий Верхов. Опасно тромбозы. Использовали бимепарин для больных.